Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! На России уже массовый характер принимают протесты, ну если это можно назвать протестами, жен и мамашек, отправивших своих мужей и сыновей, убивать украинцев в Украину. Так вот, характер этих протестов очень даже интересен. Смотрите, они не протестуют против того, что их сыновья, либо же мужья, фашисты, поехали убивать женщин и детей. Нет, этот факт их не волнует абсолютно. Все нормально. Их волнует другой факт, что их отправили на фронт в неподобающих условиях. То есть они убивать едут без комфорта. Да, вот понимаете, ну не та война получилась. Не та война, им не такую войну обещали. Им обещали, что они зайдут в очередную бучу, украдут там от мародеря женские трусы, от мародеря блендер, блендер, да, блендер. Мечта каждого россиянина. От мародеря там может быть даже пылесос. А если особо повезет, украдут стиральную машинку. Да вы шо, это ж вообще. А если уж совсем-совсем, то выломают окно из проема и отправят это домой. С какой-то там их своей собственной новой почтой. У них нет новой почты, но есть же у них какие-то там сервисы почтовые. Так вот, им такую войну обещали, что их герои зайдут, убьют женщин, детей, значит, позабирают женские трусы, детские игрушки, отправят все домой. Вот, вот такую войну мы обещали. Та войну, где украинцы будут им насыпать по самое некуда. И где вот эта вся банда мародеров, убийц и вообще нехороших людей, ну вот не буду говорить больше, да, попадет под огонь, и украинцы им так насыпят, что им мало не покажется. Вот такую войну им не обещали. Им обещали мародерство. А еще им не обещали, что их благоверного Ванька возьмут и просто-напросто, когда его кондропупят, обложат шинами свои же собственные сослуживцы и спалят чертовой матери. Потому что нету тела, нету тела, нету тела, нету белых жигулей. Ну, уже за белые жигули, я так понимаю, там речь не идет, денег нет. Соответственно, будет, я так понимаю, 5 килограмм рыбы и билет в зоопарк. Значит, даже вот в зоопарк детей не сводит. Ванька погиб просто так. Кстати, вот переезжайте в Тыву, там барана дают. Барана, барана это очень хорошо. Потому что, смотрите, отправили барана-алкоголика на фронт, а вместо него получили настоящего шерстяного барана, на котором куча полезной шерсти. Вот. И который, кстати, не бухает. Это хорошо. А вы вот Ваньку отправили на фронт, его там укондропупили, и, знаете, и клок шерсти не получили от него. Минус. Таким образом, друзья мои, вот эти все крики вопли-сопли мамашек, которые отправили своих сыновей, бандитов и террористов, убивать украинцев, они сводятся только к одному, что им обещали что-то другое, что война будет комфортной и очень даже сытной, и что харчеваться после этого они смогут очень хорошо, долго и уверенно. А так не вышло. Вышла настоящая война. Потому что украинцы ничего им не обещали. Точнее, обещали. Обещали отправить их назад грузом 200. И выполняют свое обещание. Ну а то, что вам обещали, обещало ваше командование, нас, как говорится, очень мало интересует. Слава Украине! МОПКИ, ОНЕЦ basis日 V, ОНЕЦ GSA'll be грузом,